Я могу понять, как недовольствие фиксируется, что принесло. Какой же это? Именно в ваших местах, в Аликсарате, в Аликсарате, в Аликсарате, вы можете найти наличную фиксируется, не оплату. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Зиколина Широктора Александровна. Я старший специалист и портал медвестирования просроченного должности Альфа-банка. Ксения Александровна, это ты? Мы. Я вас не расслышала, что вы сказали? Я сказала мы. Прошу прощения, но вас очень плохо слышно. Вы можете, пожалуйста, немного почерче сказать? Мы. Вы сказали мы? Мы сказали мы. Ксения Александровна, у вас задолженство вредит на карте 41 592 рубля. Полное погрешение нужно предвести в завтрашнего дня включительно. Либо с учетом ареста, либо с учетом ареста, через кассы Альфа-банка. Либо банкомат. Уплата поступит у вас? Как вы думаете? Я не знаю, у вас поэтому задаю вопрос. Да, смысл отвечать на вопросы, если все равно позвонит следующая и задаст ровно те же вопросы. Вы же не фиксируете так для себя, просто интересуете. Ну да, поэтому смысл отвечать. Давайте вы скрипт прочитаете и покончим с этим. Ну если вы не хотите разговорить дистанционно, можно отправить региональным отделом формата. Давай, давай, давай. Устраивает. Хорошо, я всегда мечтала плюнуть в рожу живому коллектору. Куда хотите, отправляйте. Главное, по согласованию, чтобы я дома была. По адресу регистрации, мы все работаем, имеем право выезжать. И хорошо, только по согласованию выезжайте, куда хотите. Это вообще никого не пугает уже давным-давно. Наоборот, наоборот, вы себе не представляете, вы себе не представляете, сколько народу соберется посмотреть на диво-дивно, на диво-дивное такое. Нет, я вас не слышу, конечно, потому что я говорю. Да, буду дальше вести монолог. А смысл с вами диалог вести? Вы же, как обезьянка, одно и то же. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ожидаете региональное пооделование? Все, жду. Какие сроки приедет региональное? Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Да. Алло, здравствуйте, Анна Сергеевна. Меня зовут Оленьевич Христиан Олеговна, Восточный банк, досудебное дело взыскания. По поводу вашей карты и кредитного звонка, который 650 дней на задолженность у вас, вы к чему оплату и произведете? Не хочу. Как понять, не хотите, у вас нет такой причины? Нет. Не хочу и не плачу. Это односторонний отказ от вашей кредиторской задолженности от оплаты. 310-й статья Гражданский кодекс. Ага, чудно. Подайте на меня в суд, наконец же. Ну, если оплаты не будет, да, банк это и сделает. Сейчас вы следите на погашение штаб. Берете. Кто вам говорил? Вы. Потому что банк в суд подат? Угу. Почему вы так думаете? Потому что на прошлой неделе мне звонила из вашего банка мадам, которая сказала, что если я не заплачу в течение трех дней, банк подает в суд. Уже прошло сильно больше трех дней. Я говорю, вы прямо уверены в этом? Она говорит, да, прямо уверена. Прямо говорю, три дня. Она говорит, да, три дня и все. Вот и все. Треблю вас на три дня на 19 тысяч 57 рублей 30 копеек через кастрюлю. Ну, только вот, видите, получается, обманывает меня ваш сотрудник. Нет вам веры. Поэтому не буду вам верить. Ну, я не знаю, зачем она вам так сказала, что через три дня банк в суд подат. Документы сначала нужно приготовить. Давай их два года готовить. Вот постоянно мне в конце разговора вы тоже скажете, что банк будет подготавливать документы в суд. Это каждый раз слышу. Или коллекторам. Да, верно. Ну, слышала уже. Вам больше, да, я хочу, чтобы вы договорились. Давайте мне не будете вот все по скрипту прогонять. Я, в общем, денег не дам, делайте, что хотите. И покончим с этим. Если вы оплату не будете производить, да. Не буду, не буду, не буду производить. Точно, точно. Все, пока. Да, банк по тысяче праздной статье... Зачем вы мне рассказываете? Это же я говорю, давайте вы не будете. Я же это слышала. Я доношу до вашу информацию, что банк будет... Неоднократно доносили, 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 доносили. Да, да. Да и не донесли. Вы думаете, да? Будете мне рассказывать то, что я уже знаю, я положу рядом телефон и буду дальше спать. Это вы там с курами проснулись и пошли в лучших традициях коммунизма на завод. А у меня еще полчаса есть поспать. Поэтому давайте закончим. А почему вы в Питере не работаете тогда и не оплачиваете? Чего, почему? Почему вы тогда, как вы говорите, в Питере не занимаете никаких мер по оплате вашей задолженности? Потому что я так хочу. Представляете? У вас нет шансов? Как сказать, не шансов? А возможно, если вы не хотите оплачивать? У меня нет шансов. Без шансов, без вариантов, безотносительно именно к вам. Шансов нет. Шансов нет. Я пошла спать, короче, вы все-таки решили мне читать вот это все ненужное у меня хрен, да? Я вам ничего не читаю, я вам свободно задумаю. Если я сейчас просто фиксирую вам халатное отношение по оплате вашей задолженности. На номер телефона дополнительный, назовите вашу. Анна Сергеевна, хорошо, ждите следующих звонков, если вы сейчас не конструктивно общаетесь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok с банковым требования о полном погашении. Сумма к оплате 253 тысячи шестьдесят семь рублей. Также у вас имеется задолженность на сумму 9 тысячи 352 рубля. Необходимо оплатить в ближайшее время. Когда вы оплату произведете? А зачем вам эта информация? Что еще раз? Зачем вам эта информация? Какая? В оплате? Ну да. Чтобы банк имел представление о том, что вы будете оплачивать нет ли вы в принудительном порядке изыскивать. Так вы же до этого уже звонили, я же уже отвечала на вопросы. Там можно было сделать вывод. Ваш звонок какой смысл несет? Именно ваш. В чем? В чем? В чем? В чем трудность ответить на вопрос? Трудность в том, что я не говорящая в голову, в отличие от некоторых, которые бессмысленные действия осуществляют постоянно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Трудники реагиональные. Это же такое счастье для любого человека увидеть живого коллектора. В наше время это такая редкость. Вот я бы с удовольствием дверь бы открыла, плюнула бы в морду и дверь бы закрыла. А у вас что там? У вас что с башкой? У вас что с башкой? Вы зачем тарахтите там что-то себе под нос? Вы ненормальный? Вы неадекватный? Вы дебил. Не надо мне в параллели говорить, когда я должен. Башкой, так это вы начали. Вы мне задали вопрос, я начала на него отвечать, а у вас понос открылся словесный. Закрывайте, закрывайте хлеборезку. Мухи налетят и что делать? Спокойнее себя ведите. Что из них наркоманов набирают уже? Да. Алло? Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Елена Дмитриевна, это вы? Представьтесь. Вам звонят с общества ограниченной ответственностью. Кредит экспресс финансов. Сайма Анна Волгин-Гусаматовна, запись разговора у нас придется. Звоним по поручению микрофинансовой компании «Займ онлайн» ППС. У вас имеется задолженность перед компанией «Займ онлайн» ППС в размере 18890 рублей. У вас имеется также просрочка в размере 41 день. 3 января данный микрофинансов вы оформили по договору 43-73-663-2021. И должны были «Займ» закрыть 30 марта. На данный момент уже май месяц, января. Да ладно? По требованию кредитора... Как внезапно. По требованию кредитора нужно оплату внести в ближайшие 3 дня. Оплата поступит... Кому это нужно? По требованию кредитора нужно внести оплату в ближайшие 3 дня. Оплата поступит... Кому это нужно? По требованию кредитора, говорю. Так кому нужно? Вы говорите, нужно внести оплату. Я говорю, кому это нужно? Вам. Мне? Елене Дмитриевне. А как это получается, что я ни сном, ни духом, что мне это нужно? Мне кажется, что мне это не нужно совершенно. Данный микрофинансов вы оформляли? А зачем мне с вами это обсуждать? Вы кто такие? Вы говорите сейчас, что вы не собираетесь... Вы не собираетесь ничего оплачивать. Я сейчас говорю, что я не собираюсь с вами это обсуждать. Вы третье лицо, о чьем присутствии в наших отношениях, меня не уведомили пока еще. Как уведомим, так поговорим. Письмо вам 5-го числа отправили. 5-го мая. И что с письмом? Данный адрес действующий? Действующий. Что с письмом, если его отправили? Заказное же письмо, да? У вас отправили 5-го числа. Заказное же письмо? Если заказное письмо, то вы можете отслеживать, получили, не получили. Кто отправил? Вы? Мы отправили, да. Так это у вас не нужны никакие письма, мне нужно от кредитора уведомление. Вы-то тут как бы кто? Вы, конечно, можете ждать уведомления. Можно, да? Вы ждете начисления неустойки. Ой, спасибо, спасибо. Святой человек. С легкой руки, вот главное, вот так легко. Можно подождать, конечно. И вы знаете, я думаю, что... Вы можете даже не оплачивать, как вы хотите. Все спокойно. Спокойно, спокойно, успокойно, успокойно, не нервничайте, на красоту повлияет. Спокойно, Елена Дмитриевна. Ну, так они надо тростить. Я же не закончила. Вы можете вот эти все истории свои приберечь для тех клиентов, компаний, которые уже уведомлены. Пока я не уведомлена вас и вашу компанию, я вообще никак всерьез не воспринимаю. Все понятно. Ну, смотрите, Елена Дмитриевна, пока вы ждете, долг ваш растет. Ваш долг растет. А у вас мозг мельчает, я смотрю, раз вы все-таки решили мне рассказывать вот эти все истории, я думаю, после того, как вам сказано, что я не уведомлена, вам стоит извиниться, повесить трубки. Все понятно. Вы взяли денежные средства. Не надо меня отчитывать, я в синтенциях, в мошеннице, в телефонных, не нуждаюсь. Прекратите вымогать. Я же вам сказала, документы предоставьте, потом поговорим. Ну, вот и все, документы предоставьте, поговорим. Документы покажите, документы, документы покажите, потом поговорим. Да, конечно же, это запись разговора. Да, крайне в своей голове приложите эту запись разговора, она имеет чудодейственную силу, как мощи святые. Мы отправим ее вашему культуре. Да, отправьте маме своей, пусть послушат, как вы позоритесь тут ежедневно. Да. Алло, здравствуйте, Банк АПП, меня зовут Аксена Стелинична. Юлия Ивановна, вам знакома? Это я. Хорошо, звоним по поводу вашей кредитной карты. Вот кем надо быть, чтобы 9 мая, в воскресенье, сидеть на работе и вот такую хрень вообще нести по телефону. Мы работаем каждый день, даже в праздник. Девочка, ты православная вообще, ты русская. Праздник у нас. Какое это имеет значение? Большое имеет значение, никуда не денутся эти долги. Мы даже поработаем в Новый год. Завязывай с вот этой вот хераброй. Выйди на улицу, пойди дедушке ветерана хлеба купить. Когда будете оплачивать? Пойди на автопробег, езди, если за рулем ездишь. Не занимайся хераброй. Ты ж ничего полезного не несешь. Ты не работаешь. Ты не работаешь. Когда будете оплачивать? Это не работа. Это способ выживания твоего. Но поверь, лучше... А почему тогда кредит не оплачивать? Лучше голодать. Лучше не жрать ни хрена. Какой-то в дальнейшем инфеологу. Кому-то такой вот работе работать. Даже сегодня. Все, давай. Не русская ты. Не за это мы побеждали фашистов. Трубку вешай. Смелости наберись, повесь. Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Кто спрашивает? Компания «Блафинансов» специалистов, стареющих председателя Валерина... Чтобы догадаться, только МБА может так по-хамски разговоры начинать. Я слушаю вас. Задолженность у вас предкомпании «Честное слово» 460-2, да? Да ладно, все новости. Оплату вы должны внести сегодня, 29 апреля. Оплата поступает? Не обсуждает это с вами. Не обсуждайте задолженность вашего оплатить, чтобы кредитор от вас 500 рублей не ждал закройте свой договор. Не обсуждаю и не оплачиваю, смотрите как. Не обсуждайте, лично в кабинет заходите и оплачивайте. А чего трубки тогда поднимаете, раз вы не обсуждаете? Так, а я ж откуда знаю, на вас же не написано, что вы это вы. Телефон звонит, я поднимаю. Вообще, это мой телефон. Это вы не охренели ли? Сами мне позвонили, говорят, что трубки поднимаете. Кто вам еще может звонить? Вы нормальные вообще на голову? Так ладно. Кто вам еще может звонить? Кто может задавать вопрос? Кто может задавать вопрос, почему вы трубки поднимаете? Совсем неадекватные? Совсем на голову ку-ку, да? Вы да. Мы да? А вы? Это хамство, уважаемые. Не хамство, это нормально. Я уверена в себе, займы берете, да? Ай-яй-яй, по 4 тысячи рублей, вовремя не плачете. Ну, конечно, какие-то вопросы аргументов. Телефонная моровойка, когда я начинаю это читать, это всегда потрясающе. Я обожаю вот эти вот сентенции от сотрудниц МВА. Там вот этот курятник, курятник, хабальный, я-то не дала на одной. Не бегать и не обращаться с отчетами. Что, вы еще не научились зарабатывать? Нет? А так же так. Я смотрю, Елена Дмитриевна, много энергии пить. Это пустые разговоры ни в чем. Ну, так вот надо. Пошли бы подъезд, один бы помыли, второй, третий. 500 рублей бы уже давно заработали, да, оплатили за долг. Ой, боже, боже, вот бы хренануть туда гранату в это МВА. Вы на будущее себе учтите? Сколько же, сколько же людей бы сейчас вдохнули? Хотя бы мы потеряли такой потрясающий контент тогда. Скучно бы было без вот этих мормоек. Я вообще вас не слушала, если вы не поняли. Ну, уважаемые, если вы меня не слушаете, продолжайте далее монологом разговаривать. Ага, монологом разговаривать. А можно, сука, разговаривать диалогом? Знаете, мой вам совет на будущее? Ой, ступица неадекватная, боже мой. Беда консульт, я вам от страны на себя поднаприте. Беда. Сейчас надо срочно разогнаться, стукнуться головешечкой об стену, чтобы мысли все в порядок пришли. А то монологом разговаривать понеслась уже. Очень стыдно, Елена Дмитриевна, были в милиции. Если вам стыдно, то входите в церковь, и это пройдет. И не знаю, кем вы стали. Поэтому, обратите, что у мамы 500 рублей, платите в компанию чайный курс и закройте свой договор. Не надо мне рассказывать, что мне делать, чтобы я вам не рассказывала, куда вам пойти. Вот это разговор слепого глухим. Охренительно, охренительная работа. Позвонила, пролаялась, ее никто не слушал. Она там что-то бубнит-бубнит, чувствует себя важной. Сейчас бросит трубку. И толку, толку от этого. Кто-нибудь, кто-нибудь вообще обращает? Алло. Да-да. Здравствуйте, компания МИКредит, Бочкарев Васильевич, отдел выездного взыскания. Юлия Ивановна. Ага. Юлия Ивановна, компания вправе вам выставить заключительное требование, то есть потребует досрочное погашение оставшейся суммы займа. С учетом процентов за использованный период времени решать вопрос уже с вами в применении. Я читала как-то педа. Уважаемая, вы планируете решать вас? Да, я к предыдущему звонарю говорила, что раз вы отдел выездной группы, приезжайте наличными, взыскивайте. Пожалуйста, я готова. Вы в добровольном порядке самостоятельно? Я в добровольном порядке самостоятельно готова заплатить наличными. Уважаемые, вы должны оплатить... Вот это колхозное обращение, уважаемое. Вы знаете мое имя, отчество? Если вам хочется ко мне как-то обращаться, обращайтесь ко мне по имени и отчеству. Если вам что-то не нравится... Уважаемая, вот там на лавке с втемками у себя будете обращаться к кому-то, а ко мне так не надо. Это ваши проблемы. Да у меня нет никаких проблем. Это у вас проблема, вы разговаривать не научились к своим годам. Уважаемая, Юлия Ивановна. Ну вы же Юлия Ивановна, что вы неуважаемая? Я же Юлия Ивановна. Нет, просто такое обращение, а это могут он, понимаете? Это вот только бывшие сотрудники полиции так делают и идиоты. Вы бывший сотрудник полиции? Юлия Ивановна, да, я вас выслушал. Да, я поняла ответ на свой вопрос какой, наверное, нет. Но еще раз, напоминаю, если от вас в ближайшее время оплата не поступит, а месяц заканчивается, решение по вам попринимается. Месяц заканчивается, это очень важно. Конечно, вы каждый месяц принимаете решение снова позвонить, представиться отделом выездного взыскания и отказаться приезжать. Где логика? Юлия Ивановна, чему свое время? Юлия Ивановна, чему свое время, есть определенный порядок работы. Юлия Ивановна, чему свое время? Тогда в вашем готова пойти уж вам на уступки, пойти вам на встречу, и раз у вас порядок работы определенный, я дождусь, пока вы соберетесь там, все-таки доедете, наличными расплачусь. Хорошо, до 30-го числа крайний срок, я вам ситуацию объяснил. Дальше по вам будет получен судебный приказ. И будет оформлен выяснение причины оплата. После судебного приказа уже, да? До этого, уважаемые. Ну все, ну смотрите, если будет оформлен выезд, тогда на месте и расплатимся, судебный приказ не понадобится. А если выезда не будет, то придется тогда судебный приказ отменять, тогда что же делать? Юлия Ивановна, выезд оформляет с целью выяснения причины оплаты. Никто наличные средства у вас... Так вы не хотите получать этот денег? А вы, значит, к взысканию не имеете никакого... А вы их стоите, почему не хотите? Вы, значит, к взысканию не имеете никакого отношения, потому что взыскать, это же получается забрать деньги. Уважаемые, не надо говорить, вы как колхозник выглядите. Уважаемые, имеем, имеем. Если вы к взысканию не имеете никакого отношения, зачем вы себя так обозвали? Тогда называйте отделную из дома информирования. Зачем вы пикаете мне в ухо? Не ведите себя как истеричка, но мы же нормально разговаривали, что с вами случилось? Что с вами не так? Ну и все, а что вы тут начали кнопочки нажимать? Ну прекратите, что это поведение. Как бабушка какая-то базарная. Я говорю, когда выездное взыскание-то осуществится? Вы же отдел выездного взыскания. Ай! Так когда это произойдет? Такая балаболка. Какая ж балаболка, а? Стыдно, стыдно, товарищ. Продолжение следует... Продолжение следует... ...